Выделенные краевые деньги на программу по строительству малобюджетного жилья удалось освоить в прошлом году. В эксплуатацию ввели 80-квартирный дом. Это единственная программа в крае, по которой возможно строительство жилья. Принятая чуть позднее программа стимулирования строительства жилья не предусматривает. Строительство новых домов подразумевает развитие инфраструктуры в этом районе. Сейчас постояльцы нового дома по Новонекольскому проезду вынуждены возить малышей в детский сад на автобусах и машинах. Почему сразу нельзя делать и изыскание для детского сада? Там же. После строительства еще двух жилых пристроек администрация займется налаживанием инфраструктуры. Сейчас выбирают из двух вариантов расположения детского сада. Данный микрорайон остался в программе стимулирования, которая сегодня уже утверждена на территорию Зуисского городского округа. И строительство детского сада, либо встроенного в первые два этажа жилого дома, то есть рассматривается один из вариантов, либо мы возвращаемся все-таки к пристроенному детскому саду. Документы на строительство жилых пристроек в рамках программы уже отправлены в край. На возведение 20-ти квартирных пристроек деньги в местном бюджете заложены в этом году.